МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помылся человек, одел халаты и, пожалуйста, в кроватку. Самые дорогие железнодорожные апартаменты в Крым. Это у нас санвузол. Это у нас санузел. Здесь душевая кабина, умывальник. Какие поезда ходили на полуостров до аннексии? Фактически билеты нельзя было купить. Почему на Херсонщине скучают по крымским поездам? Саняны не ходят. Да, последние годы не ходят поезда. Раньше, боже мой, сколько здесь поездов. Через каждые 10 минут шли поезда. И почему более 800 украинских вагонов осталось в Крыму? Под дулом автоматов. И обычно никто не хотел или боялся рисковать своей жизнью. Какой ущерб аннексия нанесла Укрзалезнице? Это сотни, а возможно уже и миллиарды гривен. Миллиард долларов США. Привет, это Крымреалии. У нас необычный выпуск. Мы в салоне-вагоне. Его построили в феврале 2014 года. Когда эти роскошные железнодорожные апартаменты поставили на рельсы, Россия начала аннексию полуострова. И в Крыму этот вагон успел побывать всего несколько раз. Железнодорожное сообщение Украины с Крымом прервалось в декабре 2014 года. Поезда, которые шли в Симферополе, Севастополь, уже 7 лет останавливаются в Херсонской области. По состоянию на март 2014 года захваченными в Крыму оказались, вдумайтесь, 885 вагонов, грузовых и пассажирских, а также платформы, цистерны, зерновозы и другое имущество. Что из этого удалось вернуть, какие убытки понесла Укрзалезница после аннексии полуострова, как в Крыму распродавали украинские вагоны и шпалы, смотрите в спецпроекте «Крымреалии». Это у нас кухня. Заходите, поделитесь. Это у нас кухня. Заходите, посмотрите. У нас здесь холодильник есть, микроволновка есть, плита для приготовления пищи. Разогреть можем все. Иногда просят что-то приготовить. Проводница с 33-летним стажем Антонина показывает интерьер вагона-салона. Если бы не аннексия Крыма, путешествовать на полуостров можно было бы максимально комфортно. Это у нас купе. Обычайно на 4 места. Это у нас купе. Обычно на 4 места. Ничем не отличаются от купейных вагонов. Только постель у нас всегда свеженькая и беленькая. Покрывало есть. Покрывало. Кроме этого купе, которое Антонина называет обычным, в вагоне есть полноценные столовая, спальня и туалет. Все почти как в гостиничном номере. Тут обедают у нас. Здесь обедают у нас, смотрят телевизор. Удобно, кресла удобные. Чтобы добраться до Крыма в поезде, нужно всегда переночевать. Наверное, многие из вас это хорошо помнят. Представляете, если бы у вас была вот такая вот мягкая и удобная кровать во время вашего путешествия в Крым? Это шкаф. Сюда можно одежду свою верхнюю повесить. Здесь халаты лежат. Помылся человек, одел халаты и, пожалуйста, в кроватку. Для этого вагона не существует санитарных зон, а туалет открыт всегда. Еще одно чудо для украинского туриста – в ванной есть горячая вода и пол с подогревом. Это у нас санузел. Тут душевая кабина у нас. Это у нас санузел. Здесь душевая кабина, умывальник, также тумбочка, чтобы было удобно или полотенце положить, или там шампунь. Всегда вода горячая. Пол у нас тоже теплый. Пол подогревается. Человек выходит из душевой кабинки и не становится на холодный пол, а становится на теплый пол. Очень удобно. В этих апартаментах Антонина хозяйничает восьмой год. Днепровский вагоноремонтный завод сдал железнодорожные хоромы в эксплуатацию в феврале 2014-го, когда Россия начала аннексию Крыма. В 2014 году пришел этот салон новенький. С завода, еще в пленочке, и мы на нем работаем с самого начала. Летом того же года, вспоминает Антонина, вагон-салон заказывали для поездок на полуостров. Несколько семей ездили на отдых в Крым. Он ходил в 2014 году в Крым. Ездили семьи отдыхать к морю. Мы нечасто туда ездили, но раза три мы съездили. Пока была возможность, а когда уж возможности не было, тогда уже все. Пока поезд наш ездил на Крым, мы и могли, а так мы уже и не ездим. Обычно вагон-салон цепляют к рейсовым поездам. В 2014-м это были Киев-Симферополь или Киев-Севастополь. Сейчас все так же, только пункты назначения изменились. Не зависит от сезона. Ездят люди, людям нравится, и они едут. Летом и в Херсон едут, в Одессу едут, поближе к морю. У Антонины бывает до пяти рейсов в месяц. Вагон-салон пользуется спросом. Самый большой пассажиропоток летом во время отпусков и на новогодние праздники. Чаще его сейчас заказывают на Западную Украину. Люди отдыхать уезжают в горы, им очень удобно. Заказала семья или несколько человек компания собралась. Удобно, никто не ходит. Они зашли себе в вагон, сели, отдохнули. Утром вышли и поехали дальше отдыхать. Стоимость поездки с таким комфортом зависит от расстояния. К примеру, за пользование вагоном-салоном на самом длинном маршруте Украины, Мариуполь-Рахов, это более 1800 километров, придется заплатить чуть более 36 тысяч гривен. Это чуть более 1200 долларов в одну сторону. Путешествие из Киева в Севастополь, это более 1000 километров, сейчас стоило бы примерно 20 тысяч гривен. Это чуть более 700 долларов. Сейчас в собственности Укрзалезницы 12 вагонов-салонов. Первый из них построен еще в 1976-м. В сети такие апартаменты даже назвали «пшонка-стайл» вагонами. Этот вагон тоже ходил в Крым до 2014-го, теперь нет. Внешне не отличается от других. Внутри же все не так, как в обычном плацкарте. По классификации Укрзалезницы это VIP-вагон. Классом выше, чем люкс-апартаменты и ниже салон вагона. В каждом мягком купе-трансформере телевизор, отдельная уборная и отдельная душевая кабина. Здесь находится пульт управления вагоном, система автоматизирована контроля и диагностики. То есть все электрические потребители вагона включаются с этого щита. Здесь освещение, регулировка температуры, климат-контроль. Все, проводник сидит. Андрей Рогожников, начальник поезда, показывает свое купе и рассказывает о своих служебных обязанностях. После армии работал проводником на Байкало-Амурской железной дороге, затем проводником на поезде Киев-Астана. Это четверо суток в пути только в одну сторону. В 2012 году стал начальником ночного фирменного скоростного поезда «Славутич» Киев-Симферополь. Рассказывает, чем запомнился Крым. На южном берегу. Прекрасная природа, море. Отдыхал. Ну, конечно, что, как место отдыха нормально. Конечно, немного была неразвита инфраструктура, услуги не соответствовали цене. Но с учетом того, что если ехать куда-то отдыхать за границу, там перелеты, оно выходило, наверное, одинаково по финансовым затратам. До аннексии Крыма его поезд «Славутич» был очень популярен, вспоминает Андрей. То есть, июнь, июль, август. Ну, немножко сентябрь. Самый малый пассажиропоток – это февраль месяц и декабрь. Начало декабря. Новогодние праздники, потом праздники марта. Тоже повышался пассажиропоток намного. Да он не пустовал даже и в зимний период. А в летний практически билеты нельзя было купить на нем. Все изменилось после аннексии Крыма. Пассажиров значительно поубавилось, отмечает Андрей. Дополнительный удар по пассажиропотоку нанесла пандемия коронавируса в 2019-м и все последующие ковидные ограничения. Теперь несколько раз в сутки, в соответствии с графиком санобработки, мы обрабатываем детсредствами вагоны. Сейчас Андрей – начальник поезда «Киев-Новоалексеевка». После 2014-го маршрут следования Херсонская область, но не Крым. С пути от Киева до Новоалексеевки около 12 часов. А до Крыма когда ходил? До Крыма ходил 11 копейками, да. Тоже время? Тоже, потому что скорость движения была больше. Меньше станций было. А, то есть у него увеличилось количество? Увеличилось количество станций, да. Ранее его скоростной «Славутич» в Новоалексеевке даже не останавливался. Теперь это конечное. Нонсенс, Новоалексеевка он тоже не останавливался. Раньше, да. А, точно, ее не было, он проходил? Да, он проходил в Новоалексеевку без остановки. Хорошо, а где была крайняя остановка до Крыма? До Крыма станция Мелитополь. Мелитополь, и после Мелитополя? Станция Джанкой, да. То есть Новоалексеевка и не была такой раньше, ну, станции железнодорожной? Нет, она была станцией железнодорожной, но для этого поезда там остановки не было, да. Другие поезда, которые направлялись в Крым, из Крыма они останавливались. До 2014 года Укрзалезница буквально присоединила Крым к материковой Украине рельсами. Из Киева ходил Славутич в Симферополь и поезд в Севастополь. Из Ковеля, это Волынская область, поезд Лесная песня в Симферополь. Также в крупнейший город Крыма курсировали поезда из Полтавы, Харькова, Днепра и Кривого рога. С 27 декабря 2014-го движение украинских поездов в Крым остановилось из-за аннексии полуострова России. Именно в эти минуты с Киевского вокзала отправляется поезд номер 12 в Симферополь. Вы видите это по картинке. Это последний поезд, который направляется в столицу Крыма. Потому что, напомню, с завтрашнего дня Укрзалезница отменила все сообщения с Крымом. Восьмой год подряд поезда дальнего следования обходят железнодорожную станцию Вадим в Херсонской области. Ранее часть поездов, курсирующих в Крым, непременно здесь останавливались. Сейчас здания вокзала пустуют. На перроне ни души. Рельсы железной дороги ржавеют, как и товарники, стоящие на путях. Вадим теперь тупиковая станция. Ну так раньше и больше поездов было, понимаешь? Тогда в принципе больше поездов было, понимаешь? Были керченские, были такие, что из Крыма, из Николаева, Рига, Симферополь. Понимаешь, какие поезда были? Ну, через Вадим у нас здесь ЖД есть одна ветка. Херсон-Жанкой, Херсон-Симферополь, Херсон-Одесса-Керчь. Одна, одна ветка. Больше здесь нет их. Там есть, ну а здесь нет. Расписание движения поездов по станции Вадим теперь легко помещается на половине альбомного листа. Маршрут один в Херсон и обратно. Больше с Вадима по железной дороге ехать некуда. Да, все-таки пригородные наши ездят, да? К нам только пригородные наши ездят, и слава богу. Говорили, что-то там отменят его там или что, но, слава богу, люди попросили, и осталась эта связь у нас с областным центром. Да, последние годы не ходят поезда. Раньше, боже мой, сколько здесь поездов. Через каждые 10 минут шли поезда, понимаете? Вот скучно сейчас стало, конечно. Раньше жителям Вадима и соседних сел в Крым было рукой подать. Теперь на полуостров ездят только с пересадками. Поездом в Херсон, дальше кто как, в контрольные пункты пропуска. Но поездом все равно самый дешевый вариант, убеждает Владимир. Раньше было выгодно, когда прямой поезд ездил. Хмельницкий, Хмельницкий-Симферополь. В Херсоне подождал, здесь подождал. Ну, а сейчас немножко проблематично. Ну, пересадки, дальше на такси. Ну, в связи с коронавирусом мы два года не ездили. А так, без проблем. Хоть, как говорится, каждый день ездили. До оккупации был Херсон-Керч. Поезд ездили тоже без проблем. Прямой туда. Вадим не был главным направлением украинских поездов на пути в Крым, объясняет эксперт в области транспорта Александр Кава. Но станция все равно принимала много поездов. Раньше, ввиду того, что основной ход в Днепр, Запорожье, Мелитополь, Донкость, Симферополь был перегружен. Потому что было большое количество дополнительных пассажирских поездов. Там даже не было возможности пропускать грузовые поезда. Из-за этого часть поездов, в первую очередь, из Центральной и Западной Украины, как правило, это дополнительные поезда были, они следовали в Крым через Херсон, Вадим, Джанкой. Сейчас поезда из Центральной и Западной Украины не курсируют в Крым. И это сказалось на жизни станции Вадим на юге Херсонской области. Те линии, где есть интенсивность движения, там инвестируются деньги. Более того, если есть пассажирское движение большое, это также стимулирует развитие станций. В том плане, что люди имеют возможность сюда приехать, приезжают туристы, работает какая-то торговля. И для небольших городов это действительно такой импульс для, не скажу развития, но по крайней мере существования. Когда движение прекратилось, соответственно, этот небольшой бизнес, это, как правило, мелкие предприниматели, он тоже исчез. Это закрытое железнодорожное депо в Симферополе. На путях десятки сине-желтых украинских вагонов ржавеют после того, как в 2014 году их захватили в Крыму. По данным Укрзалезницы, по состоянию на март 2014-го на полуострове осталось 885 вагонов. По состоянию на 2016-й год захваченными в Крыму остались уже 515 вагонов. Другую, более актуальную статистику Укрзалезница предоставить не может. Через два года после 2014-го, вероятной часть вагонов на полуострове распилили на металл, говорят эксперты. И еще часть вагонов, принадлежавших частным украинским компаниям, а не государственной Укрзалезнице, все же удалось вернуть на материк. Была проблема с некоторыми частными грузовыми вагонами, которые оказались на момент прекращения сообщения 29 декабря 2014 года на территории полуострова. То потом частные владельцы вывозили уже эти вагоны в индивидуальном порядке через паромную переправу. С января 2013 по март 2014 Укрзалезницыю руководил Сергей Балаболин, россиянин, уроженец Саратовской области. Он ушел с должности 19 марта на следующий день после того, как Путин в Москве подписал указ о так называемом присоединении Крыма и Севастополя к России. Выяснить, где находится Балаболин, нам не удалось. Железнодорожник не публичен. Один из крымских телеграм-каналов прогнозирует, что именно Балаболин может стать следующим руководителем Крымской железной дороги под контрольной Кремлю. Учитывая уже привычную нам кадровую политику крымских властей, стоит ожидать очередного возвращенца из-за перекопа. Например, новым руководителем крымской железки легко может стать Сергей Балаболин, бывший главный железнодорожник Украины. Приемником Балаболина в Укрзалезнице стал Борис Стопюк. Он возглавлял корпорацию с апреля по 26 ноября 2014-го. Уволился за месяц до окончательного прекращения железнодорожного сообщения с Крымом. Мы звонили экс-чиновнику, а ныне бизнесмену, хотели спросить, почему не удалось вывезти из Крыма более 800 вагонов. Но поговорить со Стопюком не удалось. В октябре 2014-го за месяц до увольнения Стопюка СБУ проводила обыски в офисе Укрзалезницы в рамках расследования по охищению имущества в больших объемах в системе госкомпании. Генпрокуратура СБУ провела 19 обысков в разных местах у руководителей этой государственной администрации. Руководители фактически создали и годами действовал синдикат по отмыванию денег и хищению в транспортной отрасли. То, что вагоны не удалось эвакуировать из Крыма, скорее не личная ответственность руководителя Укрзалезницы, а совокупность сложившихся в 2014-м обстоятельств, считает экс-советник министра транспорта Святослав Товстыга. Был полный хаос. Если в пределах государства фактически не было понимания, куда мы движемся, то в железной дороге та же ситуация на самом деле. Не сказал бы, что это очень бюрократическая структура, но она очень структурированная, там никто ничего лишнего не сделает. И особенно мы понимаем, что это период после Януковича, когда это все зажато в тисках. Укрзалезница пять лет контролировалась окружением Януковича, и это тоже помешало оперативно отреагировать на ситуацию, предполагает эксперт. И даже если мы говорим в контексте избирательных сегментов, то Укрзалезница и Укрпочта – это ядерные электораты той или иной власти, которая при власти. Там всегда четко нарезали задачи, и, соответственно, там простых людей на руководящих должностях никогда не было. В декабре 2014-го, почти сразу после того, как железнодорожное сообщение с Крымом прервалось, Владимира Амеляна назначили заместителем министра инфраструктуры Украины. Его команда изучала активы Укрзалезницы в Крыму. На тот момент железнодорожники сделали все, что могли, считает Амелян. Максимально тот подвижной состав, который они могли вывезти, они вывезли, но потом уже все происходило под дулом автоматов, и обычно никто не хотел или боялся рисковать своей жизнью, понимая, что любые поезда могут быть остановлены силой. Поэтому, я думаю, это прежде всего причина того, что неподвижной состав остался на территории Крыма, также и на территории Донбасса, потому что там счет идет на тысячи единиц. Электропоезд «Крым-Жемчужина Украины» АПЛ-2Т-032 2008 года выпуска новейший в Крыму удалось эвакуировать с полуострова. Сейчас он работает на Приднепровской железной дороге. Также вернули рельсовый автобус, его покупали власти Крыма. Сейчас этот дизельный моторвагонный состав эксплуатирует Южная железная дорога. Другая железнодорожная техника на полуострове была устаревшей, убеждает Александр Кава. По состоянию на 2013-14 год, к сожалению, подвижной состав на Крымском полуострове был очень устаревший парк электропоездов. Это были электропоезда серии Р-1 в годы выпуска в 1959-1962. Грузовые вагоны, которые были, как правило, они были в нерабочем состоянии. Это так называемый парк запаса, который даже физически вывести невозможно из-за того, что они отработали свой ресурс. То же касается и железнодорожных путей. В Крыму считает специалист в области транспорта. Самая новая железнодорожная ветка в Крыму была построена, ну, за исключением уже Крымского моста и отрезка от Крымского моста до станции Багирова, была построена в 1955 году. Остальные железнодорожные участки на территории Крымского полуострова построили еще в довоенную, вперед, сейчас еще в дореволюционную. И новое мнение Святослав Товстыга. Крымские вагоны могли принести пользу украинской железной дороге и экономике, считает эксперт. А без них Киеву пришлось дополнительно тратиться и покупать вагоны. Мы можем безоговорочно называть металлоломом, но вспоминаем историю где-то трехлетней давности, когда было позволено возить поддержанные вагоны из Российской Федерации, которые были списаны. И фактически они там списаны. А здесь они ездили. То есть вопрос металлолома – это очень вопрос дискуссионный. Почему мы тогда металлолом привозили из других соседних стран? С 2014-го до сих пор украинской железной дороги не хватает вагонов, говорит эксперт. К примеру, пассажирских в два с половиной раза меньше, чем нужно Украине. Более 800 вагонов из Крыма могли бы пригодиться и изменить положение. У нас даже когда не было программы президента «Вылык и будивництво», только у нас начались ремонтировать дороги, то у нас была проблема с вагонами. У нас могли объекты в пределах Украины месяц-два стоять просто, потому что нечем было привезти материалы. Все это действительно так и было. Это 16-17 год. Это прямые убытки. Если их умножить на 7 лет, это сотни, а возможно уже и миллиарды гривен, причиненных убытков Укрзалезницы. Точной суммы ущерба в Укрзалезнице назвать не могут. По прошлогодним данным Центра экономической стратегии за аннексией Крыма, Укрзалезница потеряла 100-110 миллионов долларов. Владимир Амелян считает эту цифру существенно заниженной. Оценка от потери государственных активов в Крыму более 135 миллиардов долларов США. Из них стоимость активов Укрзалезницы оценивается в около 100-110 миллионов долларов. Я думаю, что эта цифра существенно занижена. И плюс, если учитывать, если оккупация продолжается с 2014 года, эти активы и основные средства производства изнашиваются без особой модернизации. И поэтому в случае Укрзалезницы, я думаю, это миллиард долларов США. В 2017 году так называемая Крымская железная дорога начала продавать украинские тепловозы и вагоны на электронном аукционе. Соответствующие документы заметила в сети журналистка Крымреалия Анна Андреевская. Должна продавать не Крымская железная дорога, это имущество Укрзалезницы. Его должна продавать Укрзалезница. А здесь получилось, что отобрали, национализировали, по сути, украли и продают это имущество дальше. Стартовая цена всех лотов – 40 миллионов рублей, это чуть более полумиллиона долларов. Крымская железная дорога до сих пор продает шпалы и уже вышедшее из строя оборудование. Они продаются не сразу, а вот партиями. То есть выставили на торги, к примеру, там 10 вагонов, продали их в этом году. В следующем году выставили на торги 20 вагонов, продали тоже. А покупателями этого имущества являются мелкие российские предприятия. Неудивительно, что любители железной дороги теперь встречают крымские вагоны далеко, за пределами полуострова. К примеру, этот российский блогер обнаружил вагон из Крыма, построенный в 1980-м на отдаленной станции в Сибири. А, ну все понятно, вот Севастополь, да. Вот она. По сути, да, крымский вагон-то. Ну, правда, потом он в Новокузнецке ездил, дохаживал, скорее всего, свои последние. А в Новокузнецке обычно все идет дохаживать свои последние месяцы. Крымская железная дорога после 2014 года попала в изоляцию. Украинские поезда на полуостров не ходят. До 2019 года не заходили и поезда из России. Морские порты, которые раньше тоже обслуживала железная дорога, под санкциями. Судам заходить в них запрещено. Крымская железная дорога стала финансовым бременем для России. Полностью дотационным предприятием. В 2015 году, поскольку практически по крымской железной дороге не было никакого движения, из-за того, что сообщения с континентальной частью Украины, а это у нас два пункта направления, одно на Мелитополь, второе на Херсон, они были заблокированы. А паромная переправа, которая действовала между портами Крыма и Кавказа, она была не особо востребована. Значит, длиняк еще идет, чем автомобильный? Здесь, по-моему, расчетная, до 120 км в час. Дела несколько улучшились после открытия Керченского моста. В Крым и Севастополь пошли поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас на полуостров ходят 9 поездов дальнего сообщения из России. Также за российские деньги пополнился внутренний железнодорожный парк Крымской железной дороги. Существенно активизировано пригородное сообщение по полуострову. Это стало возможным благодаря приобретению новых электропоездов. Было куплено 12 электропоездов серии MP2D и ED4M, а также 10 рельсовых автобусов RA3. Однако Крымская железная дорога остается убыточной. По итогам 2020-го долги компании составили 2,8 миллиарда рублей. Это более 36 миллионов долларов. С 2016-го предприятие под санкциями США, а с 2017-го Украины. По иску Укрзалезницы прокуратура Крыма открыла уголовное производство против Крымской железной дороги. В Минюсте готовят документы для международного иска. В свое время, в 2016-м году, мы завершили оценку этих потерянных активов. Передали их в Минюст. Нам крайне важно это закрепить в международных судах. Решением международных судов, в том числе и Гаахского. Для того, чтобы потом, в дальнейшем, когда Крым вернется, никто не разводил руками. Ну вот мы у вас Крым одолжили. Теперь отдаем. В 2020-м США наложили санкции на частную российскую компанию Grand Service Express. Именно она возит россиян в Крым, и это единственный негосударственный жидоперевозчик в России. 22 января Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции СНБО против этой же российской компании. Дмитрий Евчин, Ирина Домащенко, Никита Исайко для Крымреалии. Смотрите программы в Ютубе и в Фейсбуке. Это были Крымреалии. Мы показываем, как живет аннексированный Крым. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!